Всем привет! Это программа Эх, дороги! Меня зовут Станислав Уланов. Да, вы не ослышались. Макс Суханов, Егор Тверетинов наслаждаются, надеюсь, там, где они проводят свой отпуск, так же солнечно, как прямо сейчас в Перми. Ну, а я в самом начале программы хотел бы поделиться с вами небольшой радостью. Несколько месяцев мы всей редакции возмущались по поводу недоделанного междворового проезда на Крупской, 28. Все, наконец-то, сделали. Теперь удобно, можно здесь проезжать и проходить пешеходом. Но следующие объекты, на которые мы выдвигаемся прямо сейчас со съемочной группой, не столь радужные, к сожалению. Сегодня работаем по обращениям вас, наших телезрителей. Извечная проблема, особенно для жильцов районов старой застройки, борьба за место, нет, не под солнцем, на парковке. И действительно, к нам обратился наш телезритель. Мы во дворе дома по адресу улицы Крупской, 89. Ну, я уже думал, придирается человек, потому что действительно, парковка здесь организована. Места, судя по замочкам, персонифицированы каким-то образом, но сделано все очень культурно, аккуратно. Судя по всему, ТСЖ или управляющая компания все это организовали. Достаточно сделать несколько шагов дальше, и вы поймете, о чем идет речь. Пойдемте. И что мы видим здесь? А здесь мы видим ситуацию, которую кодекс об административных правонарушениях квалифицирует как самоуправство. Действительно, кто-то поставил столбики и цепочечку повесил, автомобиль свой разместил. Правда, наказание всего лишь до 300 рублей, по-моему, для физических лиц. А вот почему участковый, которому, как наш зритель сообщил, они вместе с жильцами дома обращались, не реагируют? Вот это вопрос. Надо разобраться. Еще один возмущенный житель обратился в редакцию программы «Эх, дороги», и я, знаете ли, его понимаю. Потому что вот бывает, идешь в Перми, прогуливаешься по Гожим Деньком, может быть, в телефоне ленту новостей читаешь, и если отвлечешься ненароком, можешь упереться в какой-нибудь забор. Житель, который обратился к нам в редакцию, утверждает, что на Добролюбово-1 происходит сам настоящий захват территории. Почему я с телефоном обычно так не гуляю? Это все для того, чтобы не полениться и зайти на публичную кадастровую карту. И вы знаете, вот по ощущениям действительно, вот как-то по тем столбикам забор должен проходить, который на той части. Но зато у жителей дома на Добролюбово-1, видимо, теперь еще и свой променад. Появился, вообще территория дома выглядит ухоженной, листья винограда опоясывают забор. Почему бы и не прибрать к рукам чуть-чуть общественного пространства? Добролюбово-1 Мне, конечно, сложно оценить размер парковки в соотношении с размером дома, потому что территория огороженная, мы уже туда проникать не станем. Но здесь небольшой кусочек земли, он весь в такой шахматной доске, причудливый из этих металлических столбиков. Кстати, в качестве наказания за самоуправство того человека, кто этим занимается, могут еще обязательно и поправить территорию, которая была испорчена. Но вот здесь асфальтовое покрытие явно надо восстанавливать. Это была программа «Эх, дороги!» Надеюсь, вам сегодня было интересно. Если у вас есть какой-то проблемный дорожный объект, о котором вам хотелось бы поговорить, обращайтесь к нам в редакцию, заходите на сайт VETTA.TV и в нашу группу ВКонтакте. Я прощаюсь с вами до завтра, увидимся и посмотрим, как изменятся наши дороги. Субтитры подогнал «Симон»!